Афанасия из Твери Афанасия из Твери Это пиво варили они его изжженного солода и на освещенной воде Слушайте, а вот варить пиво на святой воде это прямо-таки интересно, да? Таких приколов я не видел еще, парни! Ну а затем в 1901 году монахи передали рецепт этого пива в пивоварню Тверская Бавария И лишь недавно его откопали где-то там в архивах и, собственно, восстановили на частной пивоварне Афанасии И в благодарность этим монахам за их труд, который дошел до наших дней Они основали благотворительный фонд имени святителя Афанасия Так что, покупая бутылочку вот этого пива, мы имеем с вами возможность не только прибухнуть Но и, как говорится, финансово поучаствовать в благих делах По крайней мере, хотелось бы в это верить Еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание Так это на то, что пиво не только красиво выглядит Но оно еще и практичное Потому что оно заключено вот в такой замечательный сосуд Объемом 0,75 с бугельной пробкой И если мы с вами захотим купить такую бутылочку отдельно То нам придется отслинять рублей так 100-150, как минимум По крайней мере, дешевле я не встречал, а то и больше А так мы выпили пивко, помыли бутылочку, замочили, удалили этикетки И вот получаем с вами бутылку, которая очень хорошо сгодится в хозяйстве Особенно это актуально для тех, кто занимается домашним производством напитков Например, я вот разливаю в такие бутылки вино Несмотря на то, что я веду пивной блог, моя семья уже много поколений занимается виноделием Ну, просто так вышло, что там, откуда происходят корни моей фамилии Очень хорошо растет виноград исторический, да Поэтому там ленивый только не занимается вином Другое дело, конечно, что далеко не у всех это получается вкусно В большинстве своем это, конечно же, отвратительная кислятина Но... Впрочем, это уже совсем другая история Поэтому переходим непосредственно к пиву Здесь 6% алкоголя, 14% плотности Три вида солода Светлый, жженый, карамельный Поэтому давайте, собственно, пробуем Пизда бочок, блядь! Бочок потик, нахуй! Да, немножечко побежало наше пиво И, кстати, когда оно так вулканирует при открытии У этого явления есть несколько причин Первое, это может быть излишняя газация Что, в принципе, я допускаю в этом пиве А второе, неправильное хранение Надеюсь, что это не так И дефектов здесь не должно, в принципе, наблюдаться Потому что пиво довольно-таки свежее Но выглядит оно довольно-таки приятно Пенка, хоть и не сильно плотная Но довольно стойкая Средним зерном обладает Такой темно... Знаете, цвет черного чая Прям вот такого заваренного Прям очень красивый цвет Богато, надо сказать Смотрится это пиво Оцениваем ароматику Аромат, кстати, довольно насыщенный Приятный Чувствуется в нем Читается и карамель И жженый солод Читается и так же есть И даже есть хмель в этом аромате Никаких дефектов и посторонних запахов Я тут не наблюдаю Так что пробуем И знаете, первое, что бросается на язык Это как раз колючее тело этого пива Которое немного мешает нам по достоинству Оценить всю полноту вкуса А вкус, кстати, довольно неплохой Он повторяет ароматику То есть это такое Жженое тело Которое оттеняет немного карамелькой И знаете, оно не сладкое Оно такое прям вот Прям хорошее, сбалансированное, нейтральное А потом оно уже переходит в такое Сладковатое, скоротечное послевкусие И потом уже у нас во рту остается Вкус такой жжаной хлебной корочки Оттеняющей Таким травянистым Немного даже вяжущим хмелем И вот если вкус хлебной корочки Довольно быстро покидает Наш с вами послевкусие То хмель там задерживается подольше И он оказывает даже немного Замораживающий эффект И притупляет наши вкусовые сосочки на языке А так в целом мне пиво понравилось Оно довольно хорошо сбалансировано Вкусно Без каких-либо дефектов Пьется хорошо, ровно И кстати говоря Это для кого-то плюс Для кого-то минус Несмотря на 14% плотности Оно довольно питкое А я вот честно говоря Ожидал некой доли тянучести в этом пиве Ну в принципе здесь Как говорится на вкус и цвет Фломастеры разные Если взять допустим Портер от Афанасия Да, у них есть балтийский портер Там настолько высокая плотность Что вот эту вот бутылочку 0.5 Ты можешь подтягивать Прям вот сесть Включить серию любимого сериала И на протяжении всей серии Сидеть, подтягивать только одну бутылочку А вот это вот 0.75 Довольно хорошо и быстро уйдет Надо сказать И 6% алкоголя Что немаловажно Практически вообще здесь никак не чувствуется То есть в целом Пиво хорошо, ровно, приятно воспринимается Общее впечатление у меня вообще без претензий Довольно-таки неплохо Очень приятно Так что если отвечать на вопрос Покупал бы я себе это пиво Скорее да, чем нет А вот стоит ли оно 200 рублей То здесь надо исходить Из потребностей каждого отдельного человека Например Если вам пригодится в хозяйстве Вот эта вот бутылочка То определенно да А если как раз ее вычесть И оставить только пиво И оценивать только его То ну как раз рублей на 70 Ну максимум может быть на 100 Ну вот как раз нам его сюда налили Но 200 рублей оно точно не стоит Это же не шутки Ты откуда взял это Ну потому что опять же повторюсь Мне лично не хватило Немного многослойности Насыщенности Несколько тянучести Вот этого пива А так в целом Все неплохо И довольно таки вкусно Не то чтобы по вкусу вкусно Но по сути вкусно Вот такие выводы на канале Бер Ченнел Если вам понравилось это видео Обязательно отблагодарите лайком Пишите свое мнение в комментариях Особенно если пробовали это пиво Ну и как обычно По традиции пейте Только хорошее пиво А с вами был Алан До новых встреч В новых выпусках Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok